Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал, мои любимые, дорогие поклонники фэнтези. 2021 год закончился, а я по-прежнему не подвел итог прочитанных книг. И этот год был достаточно плодотворным для меня. Прочитать более 40 книг за год для человека с моим графиком, на мой взгляд, это что-то, чем можно гордиться. Но несмотря на это, все, я все равно поставил себе на 2022 год цель прочитать еще больше. Как минимум 60 книг. Ну что ж, с правилами тир-листа, я думаю, вы уже достаточно знакомы, если вы на моем канале, как минимум не один день. Если же нет, я вам все очень быстренько объясню. И в этом ролике я не буду долго рассказывать о каждой книге, потому что заметил, что в последнее время, каждый раз, когда я делаю тир-листы, ролик заканчивается приблизительно через час 40. В этом ролике я постараюсь максимально быстро раскидать книги по категориям. Более половины из них я уже делал, делал обзор на них. Поэтому, если вы хотите более подробно узнать мое мнение о большей части из тех книг, которые я вам сейчас покажу, то вы можете просто поклацать у меня на канале и найти соответствующие ролики. Ну что ж, давайте приступим. Итак, перед вами тир-лист. Если вы не знакомы, то у нас здесь идет градация на 5 различных категорий. Это шедевральные, отличные, хорошие, нормально, скучновато. Шедевральные – это самые лучшие книги 2021 года, такие, которые я буду еще перечитывать и советовать абсолютно всем. Отличные – это те книги, которые очень понравились, но я считаю, что они не доходят именно до самых лучших книг 2021 года. То есть, если бы самых лучших не было, они были бы, скорее всего, на самом топе. Но учитывая то, что в 2021 году были определенные уникумы, которые заставили меня сидеть вот так вот, то они будут только лишь на «Отлично». Хорошие – это книги, которые, скорее всего, может быть, я посоветую, но далеко не всем. Это книги, которые понравились, но, опять же, не вызвали никаких сильных эмоций. Нормально это просто параллельно. Я не испытал никакого дискомфорта, читая эти книги, но не получил никаких теплых, позитивных эмоций. Ну и самое последнее – это «Скучноватые». Это книги, которые я читал и дочитал до конца исключительно, потому что мне надо было там сделать на них обзор, или поделиться, или дать какое-то мнение. Если бы не канал, я бы, скорее всего, не дочитал их до конца вообще. Ну что ж, давайте приступать. И первый на очередь у нас классика. Книга, с которой, можно сказать, и начиналась большая часть моего фэнтези-потешествия еще когда-то там давно, в подростковом возрасте. Роджер Желязный «Девять принцев Амбера». Я не прочитал эту книгу впервые. Нет, скорее всего, это было где-то 10-е, а может быть, даже 11-е прочтение. Просто дело в том, что эту книгу я читал, когда мне было 15-16, сейчас мне уже 34. И мне захотелось в прошлом году снова перечитать некоторые книги, от которых я фанател в подростковом возрасте, и понять, выдерживают ли они по-прежнему марку. И «Девять принцев Амбера» Роджера. Желязный выдерживает рамку, но я не поставлю их на отлично, я поставлю все-таки на хорошие. Я заметил по себе, опять же, благодаря перечитке, что, судя по всему, современная фэнтези мне нравится гораздо больше. И такие авторы, как, например, Абир Кромби, доставляют мне уже гораздо больше удовольствия, чем классические авторы. Желязный по-прежнему хорош. «Девять принцев Амбера» я прочитал по-прежнему с залпом. Корвин по-прежнему один из самых харизматичных, интересных фэнтези персонажей, но в целом книжечка мне показалась достаточно коротенькой. Боевки были недостаточно, на мой взгляд, подробно описаны. Просто не дотягивая до самых крупнокалиберных книг, которые будут в этом списке. Следующий на очереди у нас «Адепт» Адама Пшекште. Я делал обзор на эту книгу. В целом она нормальная, она неплохая. Здесь очень даже добротный экшен. Здесь есть очень неплохой плюс в том, что она происходит в сеттинге Старороссийской империи, в Польше, в Питере где-то, по-моему, я уже точно не помню. И анклавы, там различная нечисть, это все достаточно интересно, но в целом оно не вызвало у меня сильного желания читать дальше. Это пока что на данном этапе трилогия. Есть уже вторая, третья книга, я прочитал «Адепт» и чувствую, что не горю желанием читать какие-то следующие книги. Вполне себе неплохо. Я, естественно, поставлю, наверное, все-таки в хорошие, но пониже, чем желязные, безусловно. Следующей на очереди у нас идет Перумов. Алмазный меч, деревянный меч. Еще один писатель, о котором я просто жутко фанатил в подростковом возрасте. И мне захотелось перечитать, опять же, цикл про мага. В начале 2021 года я его бросил после рождения мага. Просто я уже заметил, что в том возрасте, в котором я нахожусь сейчас, я не хочу прозвучать, как вроде бы я какой-то сноб, который говорит, что Перумов может нравиться только детям. Далеко не так. Просто учитывая те книги, которые мне нравятся сейчас, Перумов, на мой взгляд, им проигрывает. В основном благодаря своей прозе. Да, Перумов отлично составляет фантастические мира. Перумов отлично описывает экшен. Перумов отлично умеет в эпик. Но при этом отсутствие действительно очень живых, колоритных персонажей меня все-таки не зацепило. Повторным, даже не повторным, это, наверное, 20-й, если не 25-й раз прочтение «Алмазного меча от деревянного меча». Это книги, которые я перечитывал сотни раз в подростковом возрасте. Сейчас они у меня уже далеко не так вставили. А я поставлю на «нормально», потому что, ну, там есть Фес, и за Фесом очень приятно следить. Император достаточно интересный персонаж. Но в целом я не нашел там ничего оригинального, ничего, чтобы заставил мне сказать, а, так вот в чем Перумов, вот в чем его соль. Поэтому пойдет на «нормально». В следующей на очереди у нас идет «Ведьмак. Башня. Ласточки». Если честно, «Ведьмака» я прочитал в этом году, и это был подвиг. Лично для меня это был подвиг. Нет, не пойми себя неправильно. Первые три книги я проглотил. Далее, начиная где-то вот с четвертой, концовки третьей, и дальше мне становилось все тяжелее и тяжелее. Становилось все меньше и меньше Геральта. И я готовсь просто снять шляпу перед Сапковским за то, какой он интересный мир создал. Это круто. У него отличные персонажи, отличная атмосфера. Но сам сюжет мне был в большем времени достаточно скучен. Поэтому «Ведьмака» я поставлю на «нормальный». Там вместе с Перувовым на одном приблизительно уровне. Лично для меня. Я понимаю, что я сейчас, скорее всего, наверное, кого-то обидел, но у всех разные мнения. Отнеситесь с пониманием, либо не отнеситесь с пониманием. В конечном итоге мой экран всегда рад получить от вас лишние помидоры. «Обесплотные земли» Стивена Кинга. Тоже еще один цикл, который я пытался осилить в 2021 году и бросил его практически под конец на песню Сузанны. Это была просто какая-то жесточайшая дичь, и мне пришлось остановиться, поскольку, ну, как бы мне нужно заботиться о своем психологическом здоровье. Но «Бесплотные земли» неплохая книга. Я бы поставил все-таки пониже, чем, естественно, «Ведьмак» и чем «Перумов». Просто это не совсем мой стиль. Ну, не люблю я вестерны, не мое это. И, если честно, я не прочувствовал вот этот вот замечательный язык Стивена Кинга. И в целом в этом цикле были книги, которые мне понравились, книги, которые понравились меньше. И, наверное, «Бесплотные земли» находятся где-то как раз посередине. Там были интересные моменты, но затянутость и повествование меня немножечко оттолкнуло. Поэтому поставлю я ее, наверное, все-таки на хороший вот где-то здесь. Так, в следующем на очереди у нас идет «Час презрения». Обложка, на которой почему-то Крис Хемсворт. Я не знаю почему, но, видимо, он тоже хотел стать «Ведьмаком». А Генри Кавилл, сволочь такая, забрал у него роль. То же самое, поставлю я где-то здесь, я даже не буду сильно вдаваться в детали. Но не понравилось мне, ну извините, пожалуйста, ну не мое, не проникся я. Мне нужно, чтобы повествование двигалось вперед. И чтобы те персонажи, которые мне нравятся, появлялись гораздо чаще, чем Геральт появляется в этой книге. «Дюна». «Дюна», безусловно, идет на «Отлично». Это книга, которую я прочитал и сразу понял, насколько сильно эта книга повлияла на всю научную фантастику, да и жанр фэнтези, который у нас с вами сейчас есть. Это, безусловно, монолит фантастики. И даже если бы книга мне не понравилась, я, скорее всего, поставил бы ее достаточно высоко только лишь за то влияние, которое она оказала на нашу современную фантастику. Но книга мне и понравилась. Она интересна в ней, огромное количество параллелей с колесом времени. Ах ты, Роберт Джордан, немало ты вдохновения взял у Фрэнка Герберта. Книга мне очень понравилась. Это научная фантастика, но в ней немало элементов фэнтези. Там даже присутствует, грубо говоря, своя собственная магия. Есть свои аил. Ну, что тут может не понравиться поклоннику колеса времени. Главный герой харизматичен, правда, это Рандал Тора, он далеко не дотягивает. Опять же, это моя скромная имха. Но и при всех этих похвалах, опять же, еще одна книга, которую я прочитал и отложил пока что в сторонку. Не было момента, в котором я закончил первую Дюну и понял, что все, я теперь должен читать дальше. Я не могу оторваться от этого цикла, я должен прочитать его от начала до конца. Я поставлю здесь на отлично, во многом, опять же, из-за того, насколько сильно влияние Дюны на современную фантастику. Если бы это был очередной проходной роман, то, скорее всего, он был где-то на уровне хороших. Герой Джо Аберкромби, замечательная, отличная книга, не буду вдаваться, у меня есть на это обзоры. Отлично, Аберкромби идет на отлично. Итак, Брэндон Сандерсон, Герой веков, третья книга трилогии Рожденного Туманом. И самая лучшая из них. До шедеврального она не дотягивает, хотя здесь находится один из моих наиболее любимых эпичных моментов из всех фэнтези, которые я когда-либо читал и смотрел. Но в целом, в целом, я не могу сказать, что это шедевральная книга. Я поставлю ее на отлично, я поставлю ее даже, не знаю, не выше героев, наверное. Все-таки не выше героев, приблизительно они на одном уровне по тем эмоциям, позитивным эмоциям, которые я получил от прочтения. Следующий, на очереди у нас извлечение троих Стивена Кинга. И, наверное, из пяти книг, которые я прочитал про Темную Башню, это понравилось мне больше всего. Есть в ней какой-то элемент приключения, вот это вот путешествие во времени, достаточно легкий язык. Герои, которым импонируешь, которым сочувствуешь, развитие которых ты желаешь и ожидаешь, когда оно приходит и получаешь от этого удовольствие. В целом, я получил немало кайфа от прочтения этой книги и очень-очень ее всем советую. Безусловно, она отлично, поставлю ее сюда. Колдун и Кристалл, Темные Башни, ну вот это вот нормально. Были здесь моменты, когда вот Кинг мог меня просто подкупить. Там есть определенные героические моменты, когда наши там стрелки сражаются с плохишами всякими и показывают свой характер. Прямо вот читаешь, не отрываясь. Но как только это прекращается, ты понимаешь, что вот эти все очень адреналиновые, интересные приключенческие моменты занимают приблизительно 5-10% книги. В основном, это длинные описания, 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 любовь подростковая. Кому-то это нравится, не мое. Я поставлю на нормально, вот где-то вот сюда, наверное, где-то так. Чтобы никому обидно не было, будет у нас Сапковский Кинг, Сапковский Кинг. Плюс-минус они у меня на одном уровне, это не то, что кто-то выше, а кто-то ниже. «Красная страна», и тут я, наверное, вас удивлю, потому что это единственная книга Аберкромби, которую я, наверное, поставлю все-таки на уровень скучновато. Но если бы не один определенный герой, мне было бы очень, очень тяжело читать эту книгу. Кто-то сейчас схватился за голову, Игорь, ты что, с ума сошел? Как можно ставить Аберкромби ниже Перумова? Да ты что, ну вот так вот я поставил. Действительно, у Перумова есть очень достойные книги, которые, если бы я перечитал в 2021 году, были бы на более высокой категории. Например, трилогия о Хьюрварде, одна из моих любимых. «Гибель богов», на мой взгляд, по-прежнему один из лучших фэнтези-экшенов, которые когда-либо были написаны. Я пока что на данном этапе еще не читал чего-либо, ну, сильно круче, чем то, что написал Перумов в этой книге. А «Красная страна», за исключением парочки героев, которые обладают интересной харизмой, в целом сюжет и главная героиня, ну, не подкупили меня. Мне было тяжело читать эту книгу, даже в озвучке Кирилла Головина мне было тяжело ее закончить. Я прям ждал уже, когда я смогу поставить галочку на эту книгу, дочитать последнюю главу, сказать, что я ее прочитал и больше никогда к ней не возвращаться. «Крещение огнем», снова «Ведьмак», и, возможно, вы хотите от меня каких-то комментариев, но я действительно так тяжело читал эту книгу, что многие моменты я уже просто не помню. Что мне запомнилось, так это мои эмоции, и так же, как с «Красной страной» во многих последних книгах «Ведьмака» мне было тяжело читать. Были проблески света, были определенные моменты, которые прям вот вызывали бурю эмоций, такую положительных эмоций, естественно. Но, опять же, все эти моменты пропадали под лавиной, на мой взгляд, ненужной воды, ненужной политики. Опять же, я не хочу никого обидеть. Есть огромное количество людей, которых я уважаю, чем не не оценил, кому очень-очень нравится «Ведьмак». Просто примите, пожалуйста, что, ну, мне не зашло. Может быть, в этом периоде жизни мне не зашло. Может быть, когда я перечитаю через 5-6 лет, мне зайдет. Может, не дорос еще. Ну, всякое бывает. Че? Малявка, да, есть такое. Опять же, «Кровь эльфов», поставим ее туда же. «Кровь и железо» Джо Аберкромби. На «Отлично» я ее не поставлю, я поставлю на «Хорошо». Это очень длинная экспозиция. И она, естественно, описана замечательно. У нас есть там просто шикарные экшн-сцены с Логином, особенно в конце. Читать одно огромадное удовольствие, но она проигрывает, на мой взгляд, тем книгам, которые находятся на уровне «Отлично». Я могу ее советовать абсолютно всем, но я уже заметил, что Аберкромби тоже заходит далеко не всем, кому заходят те же самые вещи, что и мне. То есть люди, которые говорят, Игорь, тебе нравится А, Б, Ц, Д, Е, и нам нравится А, Б, Ц, Д, Е, но вот Аберкромби нет. То есть не всем и не для всех. Кукла на троне. Третья книга цикла «Полари». Я тут, конечно, рандомно все раскидал, надо было, наверное, начинать по порядку, но я в любом случае планирую делать более подробные ролики по этому циклу, потому что «Полари» для меня я заметил вот по себе буквально несколько недель назад, что в те моменты, когда на меня нагнетают какие-то определенные не очень хорошие эмоции, я уже чувствую, что мне хочется снова включить цикл «Полари». И такой эффект у меня был только лишь с колесом времени в озвучке от Ахна. Не то, что у меня там какая-то сильная депрессия, не надо мне там писать, Игорь, держись, все нормально, но у всех бывают какие-то определенные моменты, когда хочется небольшого эскапизма. Куда-нибудь сбежать, где тебе спокойно, и ты чувствуешь себя совершенно как дома. И вот цикл «Полари» действительно создал мне этот эффект. «Кукла на троне» — отличная книга, не лучшая из всех, которые я пока что читал. Она идет, опять же, на уровень «Отлично», я поставлю ее выше даже, чем «Герой» или не... Ой, тяжело, начинается момент. Пускай она стоит здесь, но вы знаете, что для меня они приблизительно вот так вот, эти две книги, плюс-минус на одном уровне. Кое в чем «Герой» перевешивает, кое в чем «Кукла на троне» перевешивает. «Лишь одна звезда» — это первая книга, которая, на мой взгляд, заходит в шедевральные лично. Для меня книги 2021 года. Я не мог оторваться от прочтения. Точнее, это прослушивание, опять же, в озвучке Головина. Это просто идеальнейшая книга. После длинной экспозиции первой книги и составления харизматичных персонажей, интересных персонажей, живых персонажей, Суржиков начинает кидать их просто в самую гущу. Ну, а тут вы меня уже прекрасно знаете. Я очень падок на харизматичных героев, которые должны пройти через море Г, чтобы достичь определенной цели. В этой книге, на мой взгляд, идеально просто все. От описания боевых схваток до гениальности стратегов, до гениальности интересных политиков и до гениальности одного из моих наилюбимейших персонажей — Марка Ворона, которого нам как раз Суржиков и представил по вам уже во второй книге. И именно с этого момента цикл Полари принимает полностью на себя роль детективного фэнтези. Правда, преступление здесь далеко не локальное, а очень даже глобальное. И читать это, переплетение всех вот этих различных жанров, которые очень гармонично дополняют друг друга, это просто эстетическое, эксцентрическое. Какие там еще есть слова, я не знаю, но это просто мега удовольствие. Лучше подавать холодным. Шедеврально идет, правда, поставлю я, конечно, пониже, чем лишь одна звезда. В целом, лучше подавать холодным не отличать с какой-то оригинальностью. Это история мести. Это история мести, которую пишет Абер Кромби. Если вы уже знакомы с этим автором, то вы прекрасно понимаете, что будет во время этой истории, каким образом она, скорее всего, закончится. Но при этом, опять же, смесь такого количества харизматичных персонажей... Сколько раз за этот ролик я сказал харизматичные персонажи? Ну что поделать, если за 41 книгу ты встречаешь огромное количество харизматических персонажей, и это круто! Пожалуйста, надеюсь, в 2022 году их будет еще больше. Не просто так я с ней встречаюсь. В Лучше подавать холодным мы очень близко знакомимся с одними из наиболее колоритными персонажами Абер Кромби. Кол Трясучка и Никома Коска. И именно в этой книге они сияют максимально ярко. Если я вас по-прежнему не убедил прочитать, лучше подавать холодным, то я уже не знаю, что еще сказать по данному поводу. Меч предназначения Ведьмак. Одна из первых книг. Краткие истории. Я уже говорил на эту тему, что это вполне себе хорошие книги, которые читать одно удовольствие. Мне они понравились. Поставлю я их даже, наверное, где-то вот здесь. Следующей на очереди у нас идет «Мудрость толпы». Если вы смотрели мой обзор, там, фэнтези-награды 2021 года, вы знаете, что эта книга, которая мне понравилась больше всего за весь год. Поэтому я, естественно, ставлю ее в шедевральный. У меня просто не было еще раз такого эффекта, в котором я бы читал книгу и понимал, что ничто не может меня сейчас остановить от прочтения. Ни желание спать, ни то, что там завтра на работу, неважно что. Я не могу остановиться, пока не дочитаю ее до конца. Именно это чувство я всегда ищу в каждой книге, которую начинаю читать. И каждый раз, когда не нахожу его, испытываю небольшое разочарование. Каждый же раз, когда я его нахожу, это ощущение, что ты нарыл нефть. Ну, приблизительно так, по эмоциям. Не место для людей, а продолжение «Не время для драконов», «Лукьяненко» и «Перумов». Это было тяжко. Очень тяжело. Там были, опять же, парочку светных моментов, но это был самый стеб двух авторов. И в целом, вот, просто скучно, скучновато, скучновато, очень даже скучновато. А вот «Не время для драконов» вполне неплохая книга. Ее можно перечитывать. Не дотягивает она до уровня, опять же, достаточно крупнокалиберного фэнтези. Но, как чтиво для того, чтобы провести там, мне скучно один денек, она вполне подходит. Поставлю я ее, наверное, где-то вот, вот здесь, вот. Ну, получил я от нее достаточно немало удовольствия. На «Отлично» у нас идет также немного ненависти Аберкромби. Не буду вдаваться, опять же, в детали. Есть на это дело обзоры. Поставим ее вот сюда, наверное, вот так вот. Опять же, первые книги трилогии, они редко бывают там шедевральными или там просто сногсшибательными. Потому что у них есть определенная задача. Это, в первую очередь, послужить очень длинной экспозицией, показать главные действующие лица, показать их проблемы, установить конфликты. А вот вторая и третья книга может уже спокойно двигаться вперед, не обращая на это все внимания. Благодаря работе, проделанной первой. А «Пищеблог» после того, как посмотрели сериал, решили почитать книгу. Очень неплохая книжка. Мне, опять же, понравилось. «Пионерские лагеря» — это то, чего я не застал. Я родился в 87-м году, у меня этого всего не было. Получить вот этот вот колорит с элементом фантастики, вампиры и так далее, было прикольно. Хорошее. Я не поставлю ее достаточно высоко. Поставлю ее, наверное, где-то вот сюда. Но очень такое неплохое чтиво. Подростковое. Плюс, наверное, где-то 15-14+. Но, по-моему, на любой возраст подойдет. Дальше идет «Прежде чем их повесят» на «Отлично». Не знаю, я все-таки, наверное, уже спущу ее вниз шедеврально. Просто потому, что после «Прежде чем их повесят», Аберкромби сумел написать еще немало более серьезных, более достойных романов. «Пол Короля». Вот вся вот эта трилогия с половинками, ну, «Пол Короля» была неплохая, хорошая. А вот дальше вот у нас, что тут у нас есть? «Пол Мира». Это еще более-менее нормально. А вот «Пол Войны» было мне уже совершенно скучно. То есть я ее, наверное, поставлю где-то вот так вот. «Ведьмак. Последнее желание» тоже поставлю вот здесь. «Краткие истории». Это замечательно. Это прикольно читать. Советую. Если вы не читали первые две книги, скорее всего, вам точно понравятся. Так, что у нас еще? «Последний довод королей». Заключительная книга в трилогии «Кровь и железо». Вы заметили, я немало Аберкромби прочитал в 2021 году. Нет, безусловно, это не шедеврально. Да, отлично. Наверное, поставлю я на «Хорошо» повыше, чем первая книга. Повыше, чем «Кровь и железо». «Проблема с миром» тоже я поставлю ее на «Хорошо» или «Отлично» все-таки. Не, наверное, все-таки «Отлично». Она, безусловно, понравилась мне больше, чем «Извлечение троих». Может быть, даже больше, чем «Дюна». «Путь королей» и еще одна книга Брэндона Сандерсона. И вы знаете, если честно, не распробовал я ее до конца. Мне, наверное, надо будет ее переслушать или перечитать еще раз. Да, это такой серьезный кирпичик для покорения. Там, опять же, 60 часов в аудиокниге, что-то в этом роде. Но в целом я понял, что есть в этой книге очень классные моменты, которые я люблю. Когда там эпик и наши там бегут вперед, героический там саундтрек. Просто, ну, самое-самое то, что я люблю в фэнтези. При этом я не покидал ощущение, что слишком много воды. Я понимаю, что Стандерсон здесь строит ни на что не похожий фэнтези-мир. Это, скорее всего, его самый крупный эпик. Размах чувствуется уже прям с пролога. Но я не могу сказать, что меня вот прям как обухом по голове эта книга дала. И я, опять же, бросил все. И теперь буду читать архив «Бурисвета» от начала до конца. У меня такое ощущение, что я что-то пропустил. Столько людей вокруг меня просто в восторге от этой книги. И у нее есть все элементы для того, чтобы мне очень понравиться. От нее отдает классическим фэнтези с красивой магией, с красивыми пейзажами, с рыцарями, с героями, которые могут завалить сразу несколько сотен врагов. И при этом это современная фэнтези со всеми нужными элементами. Но вот, наверное, все-таки на отлично. Но поставлю я ее вот где-то вот здесь. Не дотянула она мне до самого высокого. Отлично, и тем более не до шедеврально. «Рождение мага» хорошая книга. Мне как раз, по-моему, из цикла про мага это одна из любимых. Мне нравится момент, как фэс попадает в параллельный мир, начинает изучать некромантию. У этой книги есть небольшое ощущение такого темного Гарри Поттера. То есть есть обучение, академия, маги, испытания. При этом все это подправлено элементами Перумова. То есть жестокость, темнота, некромантия и так далее. Она хорошая книга. Ну, поставлю я ее где-то, наверное, вот здесь. Следующий на очереди у нас ружья Авалона. Прочитал я вполне неплохо, быстро. И она мне оставила желание читать дальше. Поставлю я ее, наверное, вот здесь, как раз под «Девять принцев Амбера». «Девять принцев Амбера» мне нравится больше. «Стрела», «Монета», «Искра». Поставлю я тоже на хорошие, опять же, очень-очень длинные экспозиции. В первой книге, грубо говоря, ничего не происходит. То есть происходит много всего, но достаточно быстро ты понимаешь, что на глобальной шкале повествования те события, которые происходят в этой книге, они не занимают очень серьезную важность. Они важны, но только лишь как доска для стратем и расставления фигур. Хорошая книга. Что мне в ней больше всего понравилось, это как только ты начинаешь читать, у тебя сразу появляется ощущение, что ты попал куда-то вот в давно забытое место. То есть автор не испытается сразу показать, что, смотрите, я не Толкин, я не Аберкромби, я не Мартин, я не это. Ему для этого не нужно стараться. Ты начинаешь читать книгу и в какой-то момент ты прекрасно понимаешь, что здесь идет свой уникальный стиль. Но когда идет вот первое описание города, когда мы впервые знакомимся с «Монетой» и с Джоакином, ну вот у меня было сильное ощущение, что я попал домой в классическое фэнтези. И вот с первой же главы я сразу понял, что хочу читать дальше. Хорошая книга, поставлю я ее вот сюда. Вот тальк, вот тальк вот. Следующим на очереди у нас «Стрелок» Стивена Кинга. Это полная наркомания. Поставлю где-то ее вниз. «Тени кость», скука смертная просто, смертная скука. Я не знаю, это жесть. Опять же, я, наверное, кого-то обижаю, извините, но «Ромфант», когда вот просто вот «Ромфант», вот эти вот ничего есть представляющие из себя девочки, вокруг которых бегают 27 принцев и борются за них. Не мое. «Владычица озера», еще одна полная наркомания. Концовки я даже говорить не хочу. Это было просто «Фейспалм...» «Фейспалмович». «Фейспалмский». Ну, я бы не стал ее ставить на скучновато. Все-таки в этой книге есть достаточно много неплохих моментов. Поставлю я, наверное, где-то вот сюда, с остальными ведьмаками. «Стивен Кинг. Волки кальи». Тоже книга разочарования, на мой взгляд. Здесь есть элементы великолепной семерки. Один из любимых фильмов моего отца. Фильм, который я смотрел не раз в детстве. И фильм, который я по-прежнему люблю. И вот когда книга занимается именно этими элементами, показывая нам ковбоев, которые защищают деревню, на которую нападают, книгу читать интересно. Когда Стивен Кинг что-то там заряжается и начинает путешествовать во своих глюках, мне было скучно. Я поставлю нормально вот, наверное, вот сюда, вот где-то так. Намного у нас было нормально. Урсула Легуин. «Волшебник земноморья». «Волшебник земноморья». Хорошая книжечка, но очень-очень детская. Ну, я вот прочитал ее, опять же, начал читать вторую и понял, что нет, ребят, не мое. Понимаю, что классика. Понимаю, что если я хочу быть экспертом фэнтези, мне когда-то нужно это все прочитать от начала до конца. Но уж точно не сейчас. Сейчас у меня есть гораздо более интересные книги, которые ждут моего внимания. Поставлю я, наверное, все-таки на «хорошо». «Хорошо» с небольшой оговорочкой, что это для возраста, наверное, до 14 максимум лет. Желательно, чем меньше, тем лучше. А ну и последний знак «Единорога». Это книга, после которой я понял, что все 10 книг Хроник Эмбера я пока что перечитывать не хочу. Здесь мне начало становиться уже достаточно скучновато. Опять же, учитывая, что в этой книге практически ничего не происходит. Не совсем понятно, каким образом она стала отдельной. Ее вполне легко можно и нужно, наверное, совместить с четвертой. Поставлю на «нормально». Не скучно было. Все-таки у нас здесь есть и Корвин, и Рэндом, а эта парочка всегда достаточно интересна. Но не зацепила. Не зацепила. Ну что, друзья, я старался сделать этот ролик как можно менее нудным. Надеюсь, у меня получилось. Если да, то вы знаете, как мне это показать. Поставьте лайк, напишите комментарий. Если вы по-прежнему не подписаны. И думаете, а стоит ли подписаться, не подписаться на этого чувака? Он что, буктюбер? Он не буктюбер? Нет, я не буктюбер. Я просто люблю фэнтези. Я его читаю, смотрю и даже иногда играю. В основном читаю и смотрю, поэтому большая часть обзоров, которые вы видите на моем канале, большая часть роликов будет посвящена либо книгам, либо сериалам, либо фильмам. Поэтому, если жанр фэнтези вас интересует, вы можете подписаться, а там уже бить в колокольчик или не бить в колокольчик, это ваше дело. Если же вы хотите поддержать меня и дать мне возможность в какой-то момент заниматься ютубом на полную ставку, что является моей мечтой уже почти два года, то вы всегда можете перейти на патреон и там выбрать наиболее подходящую для вас программу поддержки. Па-бам, ватсап, па-бам. Всех люблю, всех целую. До ся, от вас Света. Не забывайте, фэнтези это круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»